Приветствую вас, Алина. Я думаю, вы большая молодец, что задаете такой вопрос. Дело в том, что проблема ваша достаточно важна, серьезно, но люди предпочитают о ней не говорить, поэтому вы большая молодец, что задаете этот вопрос. Смотрите, я думаю, что здесь все упирается в том, что вы сами себе хотите поменять. Я не придерживаюсь этой позиции, что в вас изначально есть что-то неправильное. Например, неправильно, что вы не любите своего сына. Вы не можете его любить, вы не можете заставить себя его любить. Поэтому я не думаю, что именно этот факт, факт того, что вы его не любите, является неправильным. Я не думаю, что факт того, что вы придерживаетесь позиции child free, тоже является неправильным. В плане того, что он не должен быть. Но я думаю, что есть некоторые моменты, которые привели вас к такой позиции. Например, с точки зрения психологии, детей не любят люди, которые сами конфликтуют с своим внутренним ребенком, которые сами подавляют свои некоторые детские переживания, некоторые детские чувства, которые, может быть, чувствуют себя отверженными и так далее. Но вопрос заключается в том, что вы хотите, опять же, повторюсь, поменять. Вы говорите, что ваш бывший муж уговаривал вас родить ребенка. Это странно. Учитывая ваше отношение к детям, вы выбираете человека, который к детям относится принципиально по-другому. Как бы здесь не было переноса желаний ваших. Вы почему-то на эти уговоры поддаетесь и после замерзшей беременности хотите ребенка дать. Что тоже вот как-то вызывает вопрос. Далее вы ребенка рожаете, но больного и с мужем расстаетесь. Тоже вызывает вопрос причины развода. То есть по факту мне здесь видится проблема в устраивании отношений, проблема в близости и проблема с ответственностью, которая вас тяготит. Далее, есть чувство вины перед ребенком, перед обществом, перед мамой. И за это чувство вины вы расплачиваетесь тем, что орете на ребенка, нанося вред себе и ему. Совершенно не заслуженно. Я думаю, что идеальный вариант будет освободиться от излишней ответственности, с которой вы лично не согласны. Перестать думать о других людях больше, чем это нужно. Да, перестать думать о других людях так, чтобы вам это наносило вред. Поместить себя в некую такую свободную, максимально независимую, максимально легкую для вас позицию, в которой вы могли бы как-то восстановить свои силы, как-то разобраться в себе и определить, собственно, насколько же вы можете быть близки к своему ребенку. Вот насколько вы способны это сделать при условии, что внутренние конфликты отсутствуют. Вот настолько вы сможете и сможете требовать от себя большего нецелесообразно. Вот в принципе так. Но повторюсь, здесь момент убирается в то, что вы хотите в себе поменять. Способа полюбить нет. Вы способны на определенную любовь, которую вы сейчас не имеете возможности реализовать. Разражение это личная угроза. Мне лично видится конфликт в том, что вы хотели бы отдать ребенка, допустим, мужу, но не можете это сделать из-за чувства ответственности. Это ошибка, потому что быть матерью из чувства долга, это никому ничего хорошего не принесет. А ваша мама может в принципе видеться с ребенком и когда он у мужа, если хочет. То есть мне кажется, что вот здесь проблема выстраивания личных границ между вами и другими людьми. И вся эта идея, например, с Child 3, мне кажется, связана именно с этим. С тем, что вы пытаетесь свои границы отстоять, защитить как-то. Вот. Ну, понятно, что я могу ошибаться здесь в этом. Вот. Ну и, как я уже сказал, да, вот все более глубокие проблемы, которые могут иметь место быть, тоже оказывают существенное влияние на то, что вы чувствуете и на то, что вы ощущаете. Вот. На то, как вы себя ведете. Поэтому вопрос ваш поставлен в целом некорректно. Да, вы говорите, есть ли способ полюбить и перестать раздражаться. Раздражение это индикаторы, раздражение это сигнал. Это сигнал о том, что вам нужно в себе что-то менять и вопрос, что вам хотите ли менять или нет. Если хотите, вам нужно обратиться к специалистам для индивидуальной работы. Поменяйте то, что хотите поменять и, в принципе, будете жить так, как вам кажется, наиболее оптимальным для себя. Вот и все. Разберетесь в конфликтах, ну, в своих конфликтах, в регатных чувствах, то есть негативных чувствах, негативных переживаниях. Дальше, когда будете полностью свободны, уже решите, что вам делать, как относиться к ребенку. Вот, ровно настолько, насколько, ну, насколько вам комфортно. Понимаете, любовь это, это творчество. Что творчество? Любое творчество это, это проявление свободы воли. Это именно свободная воля. То есть это воля, не испытывающаяся принуждения. И, как бы, в других условиях любовь невозможна. Понимаете, вы не чувствуете себя свободной, вы чувствуете себя обязанной, вы чувствуете, что вам все повесили, потому что, как бы, решение было, ну, ваш собственный родить ребенок. Вот, вы его хотели и так далее. И очень важно понимать, чего вы хотели конкретно. Вот, то есть, получается, что вы не очень хорошо отдаете себе отчет в своих желаниях. Раз вы хотите ребенка, а потом раз и понимаете, что ошибка. Вот, это такой момент. Ну и, да, как бы, хотеть детей самих по себе не является каким-то позитивным моментом. Вот, в основном, это исключительно такая компенсаторная история, компенсирующая соотношенная история. Вот, и ничего хорошего для матери и для ребенка нет, когда мать хочет именно ребенка. Потому что от ребенка, как правило, от чего-то ждут. На ребенка имеются определенные ожидания у мать, ну, у родителей. И, соответственно, это такие вот созависимые, получается, отношения. Вы себя в честь, кстати, чувствуете тоже зависимы от ребенка. Вот, ну, об этом можно, в принципе, много говорить. Да, наверное, давайте закончим на этом, в принципе. Я думаю, что последнее, что еще хочу сказать, то, что вы не любите себя, потому что вы не очень хорошо разбираетесь в своих чувствах, вы имеете чувство вины, там, дегетикатитесь немножко ответственности личной. Вот, вы не любите себя, не принимаете себя, соответственно, ну, вы не можете любить, 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 как бы, других. И это нормально. Вот, поэтому, опять же, идея в том, чтобы полюбить, предпринять себя. И дальше посмотреть, насколько вы можете полюбить, предпринять других, вот. И нужно помнить, что у каждого есть свои, как бы, ну, свои способности к этому. и что требуется от себя, полюбить кого-то вот настолько, насколько это надо, это, мягко говоря, нереально, вот, и ничего не поделать, если, например, вы не испытываете чувства к ребенку, там, что вам не нравится, там, за нему хожу, что вы, там, не хотите с ним сидеть, сидеть и прочее, прочее, прочее. То есть, вы не сейчас, не, как бы, не действуете на пользу своему ребенку и себя, вы сейчас, по сути, вредите и себе, и ему, тем, что через силы пытаетесь взаимодействовать, вот, и, если прямо сейчас, например, вы не можете из-за чувства вины, а отдать его мучу, который будет о нем заботиться куда лучше, чем вы, на мой взгляд, взгляд, в первую очередь нужно поработать именно с чувствами вины, а дальше же разбирать более глубинную историю про ваши отношения с детьми и про, ну, про ваше собственное восприятие, само себя и своего внутреннего ребенка, если хотите, дальше. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи! Продолжение следует...